всем привет сегодня мы решим шесть задач в которых научимся как можно быстрее находить углы начнем с первой find the measure of angle z и попробуем прочитать снизу у нас есть shortcut strategy hint то есть как можно это делать мы не должны или можем не находить желтые углы для того чтобы найти чему равняется угол z и как мы видим напротив зеленого угла лежит угол z и и фиолетовый угол в 50 градусов то есть 160 равняется z плюс 50 и отсюда можно найти z мы отнимем 50 и слева и справа получим 160 минус 50 и получается z будет 110 отметим 110 и перейдем к следующему заданию find the measure of x то есть нам нужно найти величину угла x и снова shortcut strategy hint то есть как можно быстрее это решить намек на быстрое решение эта проблема может решиться в мгновении если мы проведем правильную линию здесь можно несколько линий провести то есть допустим вот такая она бы помогла нам решить задачу то есть мы бы знали этот угол нашли бы этот и в итоге нашли бы x можно было бы провести вот тоже вот такую линию тоже тоже помогла бы нам но сама и как бы она помогла бы вот вот этот бы угол нашли потом бы этот нашли и в итоге нашли бы x но самая удобная линия это вот вот такая которая будет параллельно двум параллельным которые уже были на рисунке чем она удобно вот этот угол мы сразу найдем он 15 аналогичным образом этот найдем он будет 35 и отсюда не трудно догадаться что x это просто сумма этих двух углов 35 и 15 получается 50 переходим к следующему заданию как мы можем выразить угол x теперь если присмотримся то вот этот угол он лежит напротив угла x а значит он ему и равняется то есть тоже x отсюда легко увидеть что x плюс 90 плюс вот вот этот кусочек это будет желтенький угол то есть вай ну и дальше они они просят найти x то есть как мы выразим x x это будет вай минус 90 если мы отнимем 90 от обоих часть части равенства нужно найти угол и теперь снова же short cut strategy hint мы должны еще одну линию сюда нарисовать и мы быстро найдем и есть стандартный способ как бы это искали в основном больш большинство людей вот вот так здесь нашли бы угол это тот который дополняет 180 здесь тоже нашли бы его это 70 да и потом по сумме углов треугольника нашли бы этот угол и получили бы как можно сделать это еще одним способом я бы провел вот такую линию и она бы была параллельно нашему основанию треугольника теперь можно заметить что вот этот угол будет фиолетовым точно таким же который у нас был вот вот этот был бирюзовым я отмечу его голубым и они известны то есть получается когда мы добавим 135 и 110 мы получим полностью вот этот угол и еще один желтенький то есть 180 градусов и желтый наш неизвестный пусть он будет x а или давайте его обозначим то есть получается 135 плюс 110 это 245 равняется 180 плюс а и отсюда уже можно найти и это 245 минус 180 65 65 градусов отмечаем 65 и переходим к следующему заданию попробуем переделать предыдущую задачку только теперь у нас вместо углов которые были заданы через числа есть две переменных y и x как можно выразить W точно таким же образом то есть мы снова проводим вот эту прямую которая любит параллельно нашему основанию записываем уравнение которое записали в прошлый раз то есть Y плюс X это 180 плюс W и теперь если мы хотим найти W нам придется 180 перенести влево сделаем минус 180 и получаем W W равно Y плюс X минус 180 смотрим где это есть в самом первом то есть это было правильное решение и последняя задача как можно найти A снова же есть способ которым мы поочередно будем находить каждый из недостающих углов на рисунке и в конце концов мы дойдем до B то есть мы можем здесь найти A потом здесь будет 90 минус A здесь 90 минус A здесь будет A A 90 минус A здесь будет 90 минус A значит здесь A и теперь видим A плюс B должно дать 180 но есть более красивый способ увидеть чему равняется A плюс B как это сделать я попробую нарисовать это точнее передвинуть вот этот кусочек рисунка наверх теперь если его визуально передвинуть вот сюда к A то мы видим что они вместе будут давать 180 то есть вместо того чтобы проходить по всем этим вот прямоугольным треугольникам мы можем просто визуально пододвинуть B к A увидеть что это 180 так как две вот этих вот прямые вот вот это и вот это они как будто продолжают друг друга то есть они параллельны а значит A плюс B равно 180 давайте это запишем A плюс B равно 180 отсюда если мы хотим выразить A то мы перенесем B в другую сторону то есть сделаем 180 минус B а значит третий вариант ответ третий вариант будет правильным спасибо большое за просмотр надеюсь понравились все решения напишите в комментариях если где-то можно было решить это еще быстрее до скорых встреч 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 до скорых встреч